Всем привет! Данное видео будет посвящено увеличению объема памяти на PS5. Всем известно, что по умолчанию в PS5 идет 825 ГБ памяти, из них для установки игр доступно 167 ГБ, что довольно немного, если учесть, что игры весят по 50, 100, иногда по 150 ГБ. Рано или поздно многие или большинство столкнется с тем, что с вопросом, как увеличить объем памяти. Казалось бы, все просто. В приставке предусмотрено несколько USB портов. Сзади два USB порта 3.0, спереди USB порт 2.0 и Type-C. Можно легко туда подключить, например, внешний жесткий диск и пользоваться. Но производители-инженеры отсекли этот вариант, точнее сделали его половинчатым. Вы можете устанавливать на внешние носители только игры, предназначенные для PS4. Игры, предназначенные для PS5, к сожалению, не будут работать. Как же быть в этой ситуации? На самом деле, опять же, те же производители предусмотрели это и сделали порт M.2 под корпусом приставки. То есть, туда можно поставить SSD-накопитель M.2 и тем самым увеличить объем памяти. Но далеко не каждый SSD-накопитель подойдет, он должен соответствовать довольно высоким требованиям. Он должен быть PCI-Express 4х4, производительностью не ниже 5,5 ГБ, емкостью 250 ГБ-4 ТБ, форм-фактор M.2 и высотой с учетом радиатора не выше 11,5 мм. Тут следует учесть, что радиатор PlayStation настоятельно рекомендует, поскольку с охлаждением SSD-накопителя небольшие трудности. Поэтому радиатор очень настоятельно рекомендует ставить. Что касается объема накопителя, рекомендуем ставить не ниже 1 ТБ, поскольку если вы поставите 250 ГБ, то рано или поздно, скорее всего рано, вы столкнетесь с тем, что и их вам не хватает. И вам придется покупать новый SSD-накопитель. Поэтому лучше приобретать сразу 1, 2, если есть возможность, 4 ТБ. Все зависит от того, насколько много вы устанавливаете игр. Что касается производительности, тут обмануть, к сожалению, не получится. Дело в том, что как только вы ставите SSD-накопитель в приставку, включите ее, приставка сама проверит скорость. Если она окажется ниже, то скажет вам, извините, используйте соответствующий SSD-накопитель. Из всех представленных SSD-накопителей, которых довольно-таки много на сегодняшний день, мы выбрали Viper VP4300. Он соответствует всем этим требованиям. И его можно вставлять в PS5. Итак, отключите все кабели от приставки, HDMI, питание, USB. Снимите подставку, если вы ее используете. Расположите приставку лицом к себе, чтобы DVD-привод был сверху, а кнопки включения-выключения с правой стороны. Далее левой рукой возьмите дальний угол, приподнимите его. А правой рукой ближний угол начните тащить в эту сторону. Таким вот образом, заметьте, никаких винтов-шурупов нет. То есть все держится на защелках. Таким вот образом довольно легко снять верхнюю крышку от PS5. Итак, за вот этой металлической пластиной скрывается слот M2. Туда необходимо поставить SSD. Для этого откручиваем винт крестовой отверткой. Здесь видим, что можно поставить разной длины SSD-накопители. Наш соответствует 80, поэтому откручиваем вот этот винт. Тут идет винт с фиксатором. Фиксатор перестанавливаем на положение 80. Далее SSD-накопитель под углом вставляем до упора. И опускаем вниз. После этого винтом закрепляем. Устанавливаем назад металлическую пластинку. Установка SSD-накопителя на PS5 на этом можете считать почти завершенной. Осталось надеть верхнюю крышку и подключить к телевизору. Сразу после подключения питания к приставке и включения ее, приставка предложит вам отформатировать SSD-накопитель, проверить скорость. Если все соответствует, то SSD-накопителем можно пользоваться. Если вы зайдете в раздел «Настройки память», там вы сможете либо перенести игры на SSD-накопитель, если в этом есть необходимость. Там же можно выбрать место установки. На этом все. Я надеюсь, видео было для вас полезным. Можете поставить лайк, подписаться. Все. Всем спасибо. До свидания. До свидания.